В Алма-Ате состоялось открытие выставки «Храм неба на земле». Она посвящена 20-летию учреждения Казахстанского митрополитчьего округа. Экспозиция расположилась в духовно-культурном и административном центре имени митрополита Иосифа Чернова. Коллекцию макетов соборов рассматривали наши коллеги. Архитектура – искусство, сквозь которое можно пройти. Скульптура – искусство, вокруг которого можно обойти. Макеты собрали в себе красоту архитектуры и утонченность скульптуры, объединив в себе оба искусства. По благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра над подготовкой выставки трудились специалисты Алматинской духовной семинарии совместно с отделом по культуре митрополитчьего округа. Первую экскурсию для гостей провел проректор по воспитательной работе Алматинской семинарии Ирия Иоанн Левинский. Он рассказал собравшимся о концепции выставки, составленной из трех групп моделей. В первую вошли храмы, являющиеся историческими архитектурными памятниками республики. Здесь, например, можно увидеть миниатюрный Вознесенский кафедральный собор Южной столицы, храм Христа Спасителя Уральска, храм в честь успения Пресвятой Богородицы города Этерау. Вторая группа моделей включает в себя крупные храмовые комплексы, строительство которых планируется осуществить в ближайшие годы. Это архитектурный ансамбль в честь всех святых в земле казахстанской, просиявших в Астане, Богородицы Рождественских кафедральный собор в городе Талдыкаургане и Преображенский собор в Петропавловске. Третью группу моделей составили храмы, имеющие необычную архитектуру и яркий внешний облик, Никольский кафедральный собор города Актобе и Благовеченская церковь Вактау. Над воссозданием миниатюрных копий алматинских соборов и храмового комплекса в столице Казахстана работали специалисты компании «Пономарчук». Макеты других казахстанских храмов созданы компанией «Креэйтед». Экспонаты выполнены с использованием ювелирных технологий. Они передают реальный облик церквей и то, как храмы вписаны в архитектурное окружение. Светодиодная подсветка позволяет увидеть нюансы работ и художественно-эстетическое решение.